Всем привет ребята, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков. Шторм сообщает, что ТАПКБ таки заменят в этом году. Новый тест физики тоже будет в этом году. Я так лично ребятки от себя думаю, что наверное где-то к концу лета. Также Шторм сообщает, что если взводов в рендоме много, то для разработчиков это не проблема. С женской озвучкой пока что ситуация непонятная. Вопрос время от времени поднимается в аргейминге и кладется обратно на полочку. Также Шторм говорит, что новые премы еще будут в этом году. Естественно они будут некомфортными, потому что разработчики считают, что премы всегда должны быть хуже, чем прокачиваемые танки. Даже несмотря на то, что они покупаются за реал. Льготного уровня боев у СТА-2 точно не будет. Вот это ребятки сказал Шторм. А теперь давайте вспомним, что такое СТА-2. Это ужаснейший. Дискомфортный танк, который с полноценным уровнем боев уступает даже каким-то тайпам 59 или Т-343 и прочим танкам, у которых уровень боев льготный. И я честно говоря совершенно не понимаю, чем руководствуется Шторм, когда считается, что этот танк достоин того, чтобы играть с десятками. Просто нет слов. Также разработчики сообщают, что если броня ИС-4 будет проседать по статистике, они ее апнут. По словам разработчиков, превосходство это временное мероприятие и продлится оно один месяц. Захват флага в режиме превосходства на Печаной реке показал себя плохо, и от некоторых карт, в том числе и от этой, пришлось в итоге отказаться. На вопрос, зачем они вводят такой режим временно, разработчики ответили, что этим ивентом они тестируют гаражность и другие фичи в нашей игре. То есть, ребятки, можно предположить, что по итогам теста такого глобального режима превосходства, у нас в будущем появится еще несколько других режимов, в каждом из которых будут какие-то отдельные элементы превосходства. Разработчики сообщили, что у них есть концепт показа пинга всех серверов при логине, но пока что они это не вводят. Просто используется автологин. Добавлять и менять премиум систему World of Tanks разработчики не собираются. Премиум аккаунт на 100, 500 тысяч боев или премиум аккаунт на час, 6 или 12 они делать не будут. Работа над погодой и ночными боями не ведется. А ведь на иксбоксе, ребята, погода уже есть. Хотя, с другой стороны, вспомните Руинберг в огне. Нужна ли вам какая-то погода или нужно ли вам какое-то темное время суток? Я думаю, вряд ли. Просто будут глаза вытекать. Также Шторм сообщил, что самый высокий пробой останется у ПТСАУ после нерфа бронепробития. То, что мы видели на супертесте, это внутренний тест, который решили выкатить на супертест, собственно говоря. Рано еще об этом говорить. Это далеко предварительные цифры. Впереди еще огромное количество машин на рыбаланс бронепробития. Над историческими боями разработчики работают, понимают, что никто не хочет играть на низкоуровневой технике и пытаются что-то с этим сделать. Также они сообщили, что нерв обычных и голдовых снарядов будет одновременный, будет комплексное решение. Но только когда весь пул техники мы протестим и когда мы получим нужные результаты. Вот только тогда мы введем эти фичи. Это все дальний КТТС, можно пока что в ближайшее время не ждать. Также разработчики сообщили вот такую еще интересную новость. Переработка перков уже намечена полностью. Есть полный концепт, но данную вещь еще не начинали делать. Ну так, ребятки, начинайте, начинайте делать новые перки. Почему вот блиц, есть куча интересных новых перков, а мы сидим с одним и тем же уже второй или третий год. Ну давайте начните шевелиться, наконец. Разработчики сообщают, что с 11 мая в бан за ненормативную лексику ушло целых 500 тысяч человек, то есть полмиллиона. Также разработчики говорят, что у них были тесты роуминга между серверами. Все прошло довольно хорошо, но вводить это они не хотят по нескольким причинам. Одна из них сугубо техническая. Разработчики сейчас работают над чатом 2.0. Также они собираются мотивировать игру во взводе, делать новые акции и тому подобное. Сейчас к выпуску готовятся целых 3 новых карты. Зайдут они в игру постепенно. Первая это Берлин, полностью городская карта. Вторая это Париж, насколько я помню, ребятки, она такая полугородская. И третья карта это Студянка, польский сеттинг. Также разработчики относительно введения попадания фугасов от артсау в защитываемый на танковый урон, пока что они это не продумывали. Лично я, ребята, считаю, что если рядом падает сплэш какой-то мощной артиллерии, то в принципе где-то половину от того урона, который она нанесла сплэшем, можно засчитать как натанкованный. Ну, возможно, я не прав. Также Шторма спросили по поводу нового танка Мамонт, который появился на супертесте буквально позавчера. Также Шторм сообщил, что после ввода ЛБЗ у игроков все хорошо стало серебром. Лично, ребятки, я это могу подтвердить, потому что ЛБЗ позволяет просто офигенно фармить. К личным резервам, которые заработают в июне уже, не будет добавлена награда, бонус к серебру. Не хотим ломать экономику, отвечают разработчики. Также разработчики сообщили, что когда они доведут тени по производительности до нормального состояния, то они сделают их неотключаемыми во всех настройках. Бак с разноцветными гусеницами Type-T3.4 и Type-58 разработчики обещают исправить. Также в новом патче разработчики переделали архивы для оптимизации, чтобы карты быстрее грузились. Шторм пообещал, что в отдаленном будущем на миникарте от Wargaming появится круг отрисовки. Пока что они его делают. По поводу Ultra HD текстур Шторм пока что ничего определенного сказать не может. Совпадение номеров обычных и динамичных взводов, созданных в бою, это баг. Его разработчики исправят. Опыт затанкования в продуктивной работе, обещает Шторм. Также Шторм опроверг. Начало работы над функционалом фишки поблагодарить. Когда типа можно будет поблагодарить игрока в бою, так же само как сейчас можно на него пожаловаться. А вот это ребятки конечно печально. Было бы хорошо отметить каких-то особо скилловых игроков или которые просто тебе очень сильно помогали. Также у разработчиков есть в планах ввести прогресс ЛБЗ в бою. Чтобы игроки прямо в бою могли видеть сколько определенного урона, танков или там очков с захвата или сбития они сделали прямо в бою. И насколько они выполнили ту или иную ЛБЗ. Взводные ЛБЗ, да, будут засчитываться в динамических взводах. Глобальная карта версии 2.0 будет сезонной, сообщил Шторм. На этом дорогие зрители, это все интересные ответы разработчиков на сегодня. Ну а в конце нашего видео предлагаю вам посмотреть новые HD танки. Это Т-62А, Т-59 и М46 Паттон 9 уровня. Очень красивые и сочные. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, чтобы вы писали в комментах свои вопросы нашим разработчикам. Раз в месяц мы собираем все интересные вопросы и передаем их в Wargaming. И в итоге выходит специальный выпуск с ответами разработчиков на вопросы зрителей нашего канала. Так что пишите ваши интересные вопросы и желательно, чтобы они были не баяновой и не классикой. Ну а на этом у меня точно все. Чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok